Продолжение следует... 21 декабря в 11 часов. Это живой трехчасовой тренинг про Multiple Intelligences, кто работает с Mixed Ability Group. Вам это будет интересно. Информацию об этом я покажу в конце вебинара, где можно прочитать. Также у меня есть онлайн комьюнити. В основном я работаю пока в ВКонтакте, понимая необходимость выходить в Инстаграм и начинаю потихонечку это делать. Очень много ценных советов. Если вам сегодня понравится, пожалуйста, присоединяйтесь к моему другу, буду очень рада вас видеть. Ну что ж, кратко обо мне. И теперь переходим к нашему вебинару. Тема выбрана не случайно. Дело в том, что я уже говорила, что жила в нескольких странах и там же я работала. У меня есть очень интересный опыт преподавания английского языка не только русскоязычным детям, но и арабоговорящим, итальянскоговорящим и так далее. То есть я преподавала разным национальностям. И что общего во всем этом? Не только я, но и то, что я всегда работаю с оксфордскими учебниками. Я без ума от учебника Family and Friends. И поэтому у меня связывают очень такие теплые отношения с компанией Reload здесь в России. Почему Family and Friends? Вы знаете, впервые я увидела этот учебник в Египте. И там в арабских странах оксфордские учебники, в частности Family and Friends, являются государственными учебниками. То есть их по ним преподают в школах. Не во всех, конечно, да, тех, у которых есть возможность закупить. Там, конечно, стоят они гораздо-гораздо дешевле, чем в России. Связано это с тем, что Government оплачивает половину стоимости учебника. В Украине, например, учебники Oxford University Press одобрены Министерством образования Украины. И на каждом учебнике, когда вы открываете Classbook, там стоит печать от Министерства образования Украины, которая говорит о том, что, дословно, может быть, сейчас не вспомню, Ukrainian is so far the worst language, that I speak, утверждено, одобрено для схвалы, но для использования в общеобразовательных учреждениях. Очень будем надеяться, что рано или поздно в России тоже будет что-то подобное. И, наконец-то, мы сможем аутентичными учебниками пользоваться не только на наших частных уроках, репитерских занятиях, да, в частных языковых центрах, но и в школах. Особенностью, вот я прям таких чантов, вот такого прям не видела ни в одном УМК, как Family and Friends. Поэтому, вне зависимости от того, на самом деле, по какому УМК вы работаете, Oxford, Cambridge, Macmillan, whatever you use, я очень вам рекомендую использовать чанты. То есть, они могут использоваться вполне как дополнение к любому вашему учебнику. Мы рассмотрим с вами сначала вообще, что это такое чанты. Затем я покажу их разные виды, соответственно, да, и как их можно использовать на уроке, какова цель их использовать. То есть, the rationale of use. И дам вам три готовых алгоритма использования чантов на уроке. Они будут три разные. То есть, это, собственно говоря, готовый lesson plan, который в зависимости от ваших целей вы можете использовать у себя на уроке. Первый мой вопрос. Чем чанты отличаются от песен? Мы все знаем, что такое songs, имеем представление того, что такое chants, но на самом деле существует некая разница между ними. Для того, чтобы понять ее лучше, я предлагаю вам сейчас послушать два фрагмента. Подождите, пожалуйста, некоторое время, буквально несколько секундочек. Я выбираю сейчас песенку, ставлю, да, это займет некоторое время. Значит, ваша цель написать мне в чате номер один, это, допустим, там сонг или чант, номер два – это чант или сонг. Как вы считаете нужным? Так, это было номер один. Теперь, внимание, номер два. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, скажите, пожалуйста, номер один и номер два. Так, спасибо, Алена, спасибо, Татьяна, вы очень активны, все правильно, конечно. Какая же разница между ними, будьте добры, пожалуйста, если у вас есть сформированная идея уже по этому поводу, поделитесь, пожалуйста, в чате. Итак, разница между чантом и песней, чем они отличаются друг от друга? Так, спасибо, Анна. Итак, чант – это рифмовка, пишет Анна, под ритмичную композицию, без сюжета. Так, спасибо, чант, more monotonous, абсолютно. Татьяна, чант без музыки, бывает и так, и так, на самом деле, да, но это все-таки, конечно, с четким ритмом, правильно, Татьяна, абсолютно верно, да. Все правильно, абсолютно верно. То есть чант, он короткий, во-первых, очень короткий, то есть, ну, в основном они идут до одной минутки, да, во-вторых, это монотонный, монотонный такой вот, ритм. Это не мелодия, мелодии там нет, абсолютно никакой, то есть, это монотонный ритм такой, да. Вот, если покопаться в наших словарях аутентичных, мы найдем следующие дефиниции, слово чант, repeated rhythmic phrase, monotonous, как вы сказали, да, repetitive, то есть, повторяется одно и то же постоянно, меняется буквально какое-то одно слово, и short, short musical passage, да, two or more phrases, то есть, совсем немного фраз там у нас идет. Но все-таки они очень отличаются от песен, да, песни, они всегда очень у нас с вами разнообразные, много vocabulary, много различных грамматических структур, в чантах абсолютно не так. Мне очень симпатизирует высказывание Роберта Фроста, что I'm not a teacher, I'm an awakener. Вот, чанты как раз-таки, они побуждают детей к дриллингу особенно, да, вот вы сейчас посмотрите, когда можно использовать чанты, и вместо того, чтобы сдриллить слова, допустим, сухо, голоса, можно все это сделать в форме чанта, ритмично и интересно. Почему? Young learners и very young learners, они себя очень уверенно чувствуют, когда есть ритм, когда есть повторение, когда есть какой-то определенный ритуал. Именно поэтому все classroom routines мы пытаемся с young learners и very young learners привести в какую-то одну систему. Это помогает нам создать такой идеальный classroom management на самом деле, да. То есть ребенок пришел, он уже знает, правда, он уже знает, что ему делать. А books возьму отсюда, оденусь вот здесь, разденусь вот здесь, stand up, потому что сейчас у нас будет hello song и так далее. Когда он открывает книжку и видит задание, он уже знает, что ему делать, если вы правильно все объяснили и поставили вот эти вот classroom rituals. Вот чанты, как ничто иное, помогают нам создать этот ритм, создать этот ритуал, создать этот classroom routines, который очень увлекательный. В течение этого часа я как раз таки расскажу вам и покажу наглядно, как чанты это делают, какую силу они имеют на наше teaching и на наше learning. Итак, во-первых, чанты, они такие же натуральные, как и песенки. То есть это natural resource такой, да. Они очень мягко ложатся. Это все естественный процесс, как и игра для детей, как песня для детей, так и чанты для детей, да. Чанты помогают нам сфокусироваться всего на одной какой-то area, или мы с вами отрабатываем vocabulary, дрилим с помощью чанта, или мы дрилим определенную грамматику, я не знаю, this is a box, this is a desk, да, то есть какую-то определенную грамматику мы отрабатываем. То есть это вот одна какая-то лексическая единица. Мы с вами знаем, что здесь язык как бы, да, состоит из определенных чанкс. Вот эти структуры и помогают чанты отлично отрабатывать, не песенки. В песнях мы уже несколько таких структур собираем, и получается тогда интересный красивый инструмент. Дальше. Чанты не могут обучить и как бы expand vocabulary, потому что они очень короткие, как я сказала, отрабатывают всего какую-то одну языковую единицу. Но они могут улучшить ударение слов, потому что там идет ритм, там идет определенное ударение, и интонацию всей структуры в целом, да. Дальше. Когда мы используем чанты? Ну, во-первых, мы можем их использовать для того, чтобы introduce новую единицу языковую нашу, да. Во-вторых, чтобы продрилить ее интересным способом. Это лучше, согласитесь, вот, чем просто без музычки это делать. И помогает нам запоминать все это. Почему помогает оно ян-лёрнерсу запоминать? Потому что есть ритм. Когда есть ритм, у ян-лёрнерс в голове эта физиологическая особенность, все ложится гораздо-гораздо лучше. Они спокойнее воспринимают эту информацию. Поэтому, конечно же, чанты легче, чем песенка, но одно не исключает другого. Дальше. Чанты помогают строить classroom rituals, и я покажу, как это делать. К чанту мы подходим так же, как и к любому скиллу, так же, как и к песне, разбивая его на три stages. Prechant, chant и postchant. Готовых три алгоритма вы сегодня от меня получите. И начнем с первого. Начнем с самого львовкого. Все чанты, которые я буду сегодня показывать, они все взяты из моего любимого ОМК Family and Friends. И начнем мы как раз-таки постепенно. Сегодня будет парочка чантов из Starter. Это первый год обучения. Это дети первого класса, как правило, в России. Это дети первого класса. У школы, общей школы. Либо даже второго. Дальше у нас будут чанты из Family and Friends. Один. Это третий. Второй год обучения. Английскому языку по углубленной программе. Сравнивая со школьной программой, это третий, четвертый класс. И Family and Friends too. Дальше чанты заканчиваются, потому что детки уже вырастают. И чантов у них нет. Итак. Первый чант. Смотрите. Первый чант у нас, конечно же, colors. Мы видим здесь, да? Colors. Итак. Послушайте, пожалуйста, этот чант. И посмотрите, что мы можем во время этого чанта сделать. Значит, у нас открытый учебник, да? И мы делаем point. А теперь, внимание, меняем движение. Все. Вот и весь чант, пожалуйста, тебе, да? Как бы вот и весь чант. На самом деле, да? Конечно, это интереснее дрилить, чем просто говорить слова, да? Мы можем это делать с помощью учебников, потому что дети, пока еще для них учебники эти новые. Это самая первая тема, первый юнит, да? Либо с помощью, конечно же, flashcards, которые у вас на доске могут быть. И вы показываете. А детки вместе с вами stand up, конечно, все чанты и все песни имеет смысл делать стоя, потому что это kind of TPR activity для наших детей, да? Можно сделать чуть-чуть сложнее. Когда они уже немножко это сделали пару раз, вы пропели этот чант. с помощью classbook или с помощью flashcards на доске. Затем вы расставляете эти flashcards. Вы знаете, что family and friends. Все, что у нас в учебнике, все есть на flashcards. Они замечательного глянцевого качества. Вы знаете, я купила их еще в Донецке, так чтобы не соврать. Это был 12-й год. Сейчас у нас 19. Эти карточки у меня 7 лет. Они в идеальном состоянии. Я привезла их с собой сюда, в Россию, когда мы переезжали. Вы расставляете их по разным углам комнаты. И дети показывают red, green, pam, 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 blue, black, pam, 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 white. И опять red. Пуф. Вот такой как бы сразу activity вы можете встать. После того, как они уже выучили chant, им уже нравится, что такое chant, во втором юнете уже идут toys. Посмотрите, как похоже toys. Чант, как он по ритму похож. То есть, когда дети его уже услышат, они будут знать, что вы от них хотите. Plain. Plain. Тут мы повторяем. Три раза, да, идет. Puppet. Puppet. И третий раз дети сами. Puppet должны сказать уже. То есть, два раза они вместе говорят. Puppet. Puppet. И сами. Дальше. Balloon. 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 Повторяют дети сами. Третий раз, да. Teddy. 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 Повторяют третий раз сами. Да. То есть, это достаточно такой сильный, я бы сказала, support, да, лингвистический support для наших детей. Конечно, сейчас целью вот этих чантов были как раз-таки introduced the vocabulary или drill. И в то же самое время, memorizing тоже получается. Особенно, если вы их разнообразите. Допустим, повторюсь, да, сначала начнете с classbook, то есть, все это делается point and say. Потом вы поместили flashcard на доску. Потом вы поместили его в разные углы комнаты. И таким образом, несколько раз эти чанты продриллили, проработали. И уже гораздо проще все будет потом сказать нашим деткам, да. Итак, первый алгоритм. Если у нас работа вот с такими элементарными словами, это первый год обучения, самые первые уроки, да, то как лучше всего построить, эффективнее всего построить этот чант? Первое. Pre-chant, да, introduce new lexis with the flashcard или вот просто по учебнику, да, лучше чередовать. Дальше. Students listen and put the card in order. То есть, они могут слушать и ставить это все у вас там, да. Дальше. И обязательно, что мы с вами должны делать? Мы должны делать баланс между тем, что они услышали, то есть receptive skills и production, productive skills. То есть, и они сразу называют вам, вот закончили вы чант первый раз, да, попросили группу повторить все слова, что они запомнили. Расставили карточки по разным углам класса, сделали чант, остановились, и дети сразу назвали у вас, что это такое, да. Thing and point – это чант. First chant может быть вполне парная работа какая-нибудь, да. Значит, что касается young learners, то мы делаем баланс не только receptive и productive skills, мы еще делаем с вами баланс stirring and settling activities. То есть, если у нас было что-то активное, теперь мы должны их посадить и сделать что-то более спокойное, да. Вот как раз-таки первые частные activities должны быть направлены на это, чтобы их немножечко успокоить и, тем не менее, проработать нужный нам язык. Поэтому первый ученик может, например, показывать, а второй – называть ему, да, или наоборот. Это может быть, если детки чуть-чуть постарше, это может быть label the words, то есть, когда они начинают читать, допустим, да. И можно уже это делать до sentence level, да, то есть, когда мы же выучили у нас с вами teddy, robot, it's a teddy, it's a robot. Мы уже можем немножечко их выводить на предложение, да. Сейчас я покажу вам урок, кусочек своего урока, он буквально месяц назад. Это уже материал из Family and Friends 1. У нас была лексика park. Здесь мы с вами видим scissor, slide, net, swing и tree. Внизу мы с вами видим песенку. Песенка на самом деле очень-очень классная. At the park, it's so much fun, for you, for me, for everyone. Но это очень сложная песня, да. Конечно, мы с песенкой никогда не начинаем. Песенка уже идет где-то в конце юнита. Вот. Вот как раз-таки chant, который здесь есть, да. Перед chantом всегда Family and Friends у нас есть такая картиночка listen and repeat. Вот я вам сейчас покажу, как можно с помощью вот этих вот притчантовых дел listen and repeat интересно построить урок. Итак, сейчас пару секунд я переключаюсь на урок и показываю вам свой экран. Это начало урока, да? Продолжение следует... И таким образом я ввожу vocabulary, да. Как вы видите, я ввожу какие-то ассоциации. Всегда это очень помогает детям построить все свои нейронные связи. После того, как я сделала vocabulary, pre-teach, vocabulary, и был небольшой green у нас, я пронумеровываю карточки. Зачем я пронумеровываю? Потому что перед chantом эти слова очень сложные. Swing, slide и так далее. Когда я пронумеровала, я говорю детям... Сначала я говорю детям park vocabulary, то есть я говорю slide, они называют цифру three. Я говорю, допустим, там swing, они мне говорят four. То есть это уже начинается немножко feedback такой, немножко outcome от них идти. Когда they are quite familiar with it, я меняю наоборот, да. То есть я им говорю цифру, они мне уже пытаются вспомнить, сказать слово park. Конечно, здесь вот я сразу уже услышала, уловила, что они начинают путать теперь three и three. Я останавливаюсь на этом моменте, его поясняю. А теперь я вызываю, начиная с самого сильного ребенка, конечно же, в классе, да. То есть все эти пять карточек у нас на доске и перехожу к аутентичному аудио, к причантовому аудио, которое у нас идет в Family and Friends, да. Задача ребенка – услышать и распределить слова по порядку, распределить карточки по порядку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы видите, да, детки слушают и сразу вставляют, что надо. Это очень интересный формат работы на самом деле. И как я вам сказала, идет баланс между exception and production. После того, как они поставили, сразу я их прошу повторить, что ты построила. То есть твой паровозик, как ты построила. Опять же здесь идет retin, опять здесь идет repetition, потому что в одном и том же порядке, как он построил, в одном и том же порядке он называет. Очень важно, чтобы вы не показывали им, что называть. Потому что дети должны все это делать самостоятельно, абсолютно. Сам point и сам говорит, что у него получилось, да. После этого, конечно, они уже готовы к чанту. После того, как все по парам это сделали, да. Это уже заканчивают у меня последние детки, да. Вот теперь он спошел, listen and chant. Чанту, 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 чанту. Сейчас я их подняла, конечно же, да. И мы все вместе будем щелкать и петь. Сейчас я их подняла, конечно, чанту, чанту, чанту. Чанту, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот других слушать они не привыкли Когда у меня группы более сильные И легче запоминают То я прошу одного ребенка уже Или это можно сделать на втором уроке Который сильный ребенок Он называет, а остальные Располагают как бы эти картиночки И конечно же Я вас опять призываю Balance between receptive and productive skills То есть расставил картиночки Сразу назвал Услышал, спел Сразу назвал Итак, еще раз повторю алгоритм Вот таких Vocabulary chant То есть pre-chant Introduce new lexis With the flash card Например, вот как у меня сейчас было Students listen put cards in order Замечательный activity Вы там вообще не нужны То есть вы нужны только Вот в первой части Introduce new lexis Также они сами уже слушают И produce the new word Сразу повторяют Потом идет chant Во время chant Они sing делают Point делают Тем самым Еще прорабатывают больше Дрилят больше Ударение Интонацию И все остальное Post chant Post chant Мы потом сажаем их парой Open your class books Word books Один человек показывает Другой называет Или наоборот Также я говорила Можно сделать Label the words Если это более такие Уже сильные группы То есть вы им даете Допустим написанные карточки Со словом Они должны подставить Либо extend To the sentence level It's a tree Ну элементарные как бы так вещи Это был первый алгоритм Как бы от меня Мы говорили о vocabulary chance Сейчас мы немножко поговорим О Grammat chants То есть возможно вы слышали Когда-нибудь Just chant Грамматический Честно говоря Я очень-очень мало Использую буквально Один-два В то время как Из family and friends Я использую абсолютно На все чанты Because it's fine I find them really really useful And highly attractive Итак Family and friends Как вы думаете Какая грамматика Здесь будет у нас На этом чанте Напишите пожалуйста В чат-бокс Какая грамматика Будет в этом чанте Правильно How many Да Множественное число Правильно Анастасия Да Все правильно Множественное число Да Существительных Итак Внимание Мне нужно встать Для того чтобы вам Изобразить Как мы выполняем С детками Это чант Значит сначала Мы разбираем Идет всегда Pre-teaching Потом я их поднимаю Идет марш Шагаем Да Шагаем Маршируем У каждого Открыт учебник И мы показываем Пальчиков Такой Показываем пальчиков Шагаем То же самое Все то же самое То есть элементарно Все как бы Одна и та же структура Дети сразу запоминают Порядок Предложения То есть сначала Идет у нас Number Потом идет Color Потом идет Animals И так далее Да Вот Такой вот элементарный Тоже хорошенький чант Вы можете его перенести Потом на все что угодно Положить Что здесь особого Что здесь особого Что здесь особого у нас Итак У нас есть карточки Естественно Family and Friends В наборе В Teachers Resource Pack Есть карточки Итак Где у вас есть Как раз таки Отдельно буква И Отдельно буква Ф Г И Там повторяется По одному слову Это идет набор Family and Friends One Да Анастасия Придумывая сама Да Придумывая все С детками вместе То есть они меня Вдохновляют А потом я переношу Это уже на следующей группе И каждый раз У нас что-то Совершенствуется И если посмотреть на Каждую группу То все группы Будут абсолютно разными Итак Что касается Phonics Chants Да Phonics Chants Итак В принципе Сначала идет Pre-teaching Тот же самый Для этого уровня Это уже второй год обучения Это больше повтор Чем Pre-teaching То есть слова Я так просто повторяю А сам chant Делаю Pre-teaching Да С помощью Flashcards On the board Сейчас я тоже покажу вам Фрагмент своего урока Было это Наверное Года два назад Когда я только начинала В России работать И открывала свой центр Вот Детки сидят Потому что Если я Их подниму То Не будет видно Камеру Классы у нас небольшие Тогда я не смогу Их снять Итак Вы сейчас Уберите фрагмент урока Постарайтесь Определить Вот эти вот Три части Три stages О которых я вам Рассказывала Pre-chant Что мы делали Some chant Что мы делали И post-chant Что у нас было Постарайтесь это сделать Итак Пока вы смотрите видео Вам задание Вам задание Попробовать написать Какие же Вот эти три этапа У нас здесь были Попробовать написать Ну на самом деле Конечно же Современные дети Показывают И вот так И вот так И вот так И по всякому По-разному То есть у каждого Из них свой же Да Попробовать написать Отечество Что мы делали Постарайтесь Попробуем Постарайтесь Попробуем Продолжение следует... Здесь я их обычно поднимаю, но сейчас не поднимаю, иначе аудио не будет видно камеры, и сейчас все будет трястись, потому что они все равно будут танцевать, даже сидя на самом деле. Продолжение следует... 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 И они обводят все yellow, вот эти вот, да. How many yellow e have you got? И они отвечают seven, я говорю, seven, я же заранее тоже посчитала. No, it's six, и так далее, да, обводим дальше. Goodbye, yellow color, put it away. Now take out your red pencil plate and circle letters F. И они поехали F обводят. How many F have we got? Two, that's right, two F. Goodbye, там, red pencil, или какие мы обводили, да. И таким образом визуально это будет, да. То есть эта страничка целый готовый инструмент. Они у вас, во-первых, если это киностетики, они подвигались во время чанта. Все поделали, все запомнили. Если это визуалы, опять же, здесь у вас в этих упражнении три, и на самих чантах есть карточки. Если это аудиалы, они послушали, как это все делается, да, все эти звуки. Они послушали остальных детей, как они это сказали, и смогли потом сказать сами. И упражнение четыре – добить. Добить надо визуалов, да. То есть как они все это выделяют разными цветами. Вот, поэтому даже самой, в принципе, ничего придумывать не надо. Это второй алгоритм, который я хотела вам сегодня представить. Этот алгоритм очень хорошо идет именно для phonics chants. Итак, смотрите. Pre-chant, я повторюсь, да. Introduce new lectures with the new cards. It's real without music. Потому что здесь уже идет какая-то у них основа. I've got. Или this is a. То есть идет какая-то грамматическая основа. То есть оно все-таки идет, я бы сказала, и в phonics. И тем не менее, эти phonics, они идут на фоне грамматической определенной единички. Дальше, во время chants sing, move, все эти дела, Африка у нас, да. То есть это создает особую, горячую африканскую атмосферу на уроке. И post-chant, да. Они сами могут продюсить этот chant. И потом идут вот различные упражнения, о которых я вам сейчас рассказывала и показала, да. Что позволяет сделать этот алгоритм? Focus on one structure. Дальше, balance between receptive and productive skills. Соединили они эту козу, куда там это кчеву, этой козы Ивановны, там, fig или hatch все-таки, да. И сразу назвали все это, да. И, конечно, это special atmosphere. Как только они видят этот chant, боже, у нас сегодня новый chant, это Африка. Они уже готовы со всеми pencil cases вместо марокасиков. Они уже знают, какие это будут движения, да. Потому что, вот смотрите, как бы через, на следующий юнит вот идет chant, и он точно такой же. Look at the ink, и, и, ink. Look at the jab, ч, ч, jab. Look at the kite, к, 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 kite. Look at the lion, л, 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 лайн. И так далее. То есть, и такая же Африка там идет, абсолютно такая же. То есть, они уже движения знают, они уже ритуал этот знают, что будут марокасики, что будет ритм такой, да, барабанный. И все, что надо, это поменять вместо I've got, поменять структуру look at. Потому что это важная classroom language, согласны со мной, да. Вот. То есть, вот такой ритуал вы строите, и, опять же, post chant exercises вам даны, они такие же, смотрите, да, такие же. Поэтому я говорю, это просто волшебная магия chant of is family and friends, что вам все дано. Опять этот лайн ищет, что у него будет, джем или инк. После того, как они послушали, соединили, они делают фразу, line has got that, да. Дальше они называют дорожку, по которой лайн шел. То есть, это может быть letter, это может быть sound, это может быть letter sound и word. Как вы построите это, да. Exercise for. Опять мы берем наши четыре карандаша, обводим L одним цветом, I другим цветом и так далее. How many L вставляем и так далее. То есть, это отличный, отличная classroom routine, понимаете, которая позволяет сделать ваш урок fixed lesson structure, хотя бы вот по этим chantам, что касается. Поэтому дети действительно очень быстро с помощью этих chant выходят и на phonics, и на vocabulary, и на grammar, и на говорение, и на визуальное распознавание букв и так далее. Поверьте мне, создание вот этой африканской горячей атмосферы на уроке, оно очень дорогого стоит. Но здесь зависит все, конечно же, от вас. То есть, насколько вы готовы с ними встать и сделать это, потому что, если вы будете сидеть, то, конечно, дети никогда не будут engaged, encouraged and motivated. Все зависит, конечно же, от вас. I find it fascinating. И я всегда с удовольствием с ними двигаюсь, танцую и зажигаю вместе с ними иногда и больше, чем они. Дальше. Хочу еще один chant вам показать, он уже сложнее. Это chant из Family and Friends 2. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент из учебника. Я заранее приношу свои извинения, что это не очень высокого разрешения фотографии, потому что это скан максимально хороший, который у меня получился. Посмотрите, пожалуйста, на текст этого чанта и напишите в чате, что это за тема, да, то есть, о чем этот chant идет. Подскажу вам, это что-то about reading, about letters. Спасибо, Александра, вы правы, да. Там не только CH, там идет CH, SH, TH, то есть, на вот эти дифтонги, как бы, да. Ну, вот смотрите, что можно сделать с этим чантом, да. Здесь идут просто слова, то есть, look at my teacher, sitting on a chair и так далее, да. То есть, это точно тоже такая ритмичная, ритмичная штучка. И вот я тоже замотивировала учителей, которые работают в моих кембриджских клубах. И одна из них проявила креатив. И посмотрите, пожалуйста, что на CH она придумала. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, опять же, понимаете, то есть, обыкновенная рифмовочка, казалось бы, ничего в ней особенного нет. Ну, это может быть даже и хорошо, понимаете, что без музыки, чисто вот, ритмично они успевают фразы говорить во время, соблюдая интонацию и так далее, да. Тоже как вариант. Тоже как вариант. Берете и просто делаете это, да. Помогая им визуально, помогая им жестами и так далее. Поскольку снимала я, то дети стояли, все было хорошо. Вот. Лишний раз их поднять, да. И, по-моему, я уже приближаюсь к концу. Так быстро час с вами пролетел. И хочу вам дать третий алгоритм. Третий алгоритм пойдет уже по Family and Friends 2, то есть, это третий год обучения по Оксфордской программе, да. По программе углубленного изучения английского ЭТК. Правильно, Анастасия, да, спасибо, все правильно. Это Super E, это Magic E, как мы его с вами представляем, да, детям. Итак, что здесь? Что с этим чантом? На самом деле, с этим чантом я поступаю следующим образом. Сначала я им даю, конечно же, Reading Rule, да. Даю им потом Gap Filling, то есть, из этого упражнения я убираю слова, которые мы взяли. Например, убираю Gate, убираю Lake, убираю Face, убираю Cake. И они сами вставляют, как бы, эти слова, да. После этого идет у нас Dream Without Music. Дальше. Чант. Во время чанта мы двигаемся и показываем. Значит, смотрите, что касается конкретно этого чанта. Ну, например, у нас движение следующее. Смотрите, я не разрешаю им раскрывать книжки, да, не разрешаю раскрывать книжки. У меня четыре карточки на доске. Gate, Lake, Face и Cake. И я заулучиваю с помощью карточек с ними. С помощью вот таких движений мы с ними потихонечку дрилим без музыки и заулучиваем эту песенку. Дальше идет песенка, она чант, да, он идет быстрый, достаточно быстрый. Но мы все с ними успеваем делать. Сейчас я посмотрю, приготовила ли я его. Не приготовила его, поэтому не смогу вам аудио показать. Но, в принципе, там все понятно, да. Несколько раз мы подрилили, несколько раз мы подпели. У меня восемь детей. Первая пара поет Open the gate. The gate, gate, gate. Вторая. See the lake. The lake, lake, lake. Третья пара. A smile on your face. Your face, face, face. Четвертая. Here is a cake. A cake, cake, cake. Потом мы меняемся. То есть начинает вторая пара, потом третья и так далее. Так четыре раза мы пропели этот чант. И после этого они готовы к диктанту. Я могу им дать минуточку посмотреть, как пишутся слова. Но, в принципе, уже они face, lake и так далее знают. Side words здесь очень мало. И мы переходим к диктанту. Как они делают диктант? Они его делают по памяти. Я вообще ничего не говорю. Учебники, естественно, у нас закрыты. На доске только карточки сами. Если это gate, но они сразу помнят, что это Open the gate, потому что они помнят движение. Как бы, да. Они скажут See the gate. Lake. Увидели фотографию lake. Там, да. Море можно самой нарисовать. See. Можно глазки наверху пририсовать, если сложно им как бы это запомнить. И они по памяти с помощью движения вспоминают и записывают. Вот такой получается интересный диктант. Очень забавно смотреть, как они сидят и вот так все как бы показывают и пишут одновременно. Что после этого? Очень важно, что идет после диктанта у вас. Значит, после диктанта самое главное, что проверяете его не вы. Не вы. Вы просите их взять другой цвет ручки или другой цвет карандаша. Open your class books and check yourself. Все ошибки они перечеркивают и другим цветом исправляют. Если было много ошибок, то мы закрываем class books, переворачиваем copybook в другую страничку и еще раз по памяти этот чант пишем. Это такой как бы тест, teach test получается. Учите их автономии. И даже с помощью вот этих чантов вы уже можете прививать им хорошие autonomous skills. Им это и интереснее самим. И лучше запоминайте, вы знаете, что когда они делают все, они запоминают гораздо-гораздо лучше. И можно, конечно, сделать в парах проверку, но я не рекомендую именно здесь это делать, потому что он сам должен свои ошибки увидеть. Тогда он лучше их запомнит. И таких вот чантов у вас много в family and friends. И вот у вас есть три уже готовых алгоритма, которые берите и делайте. В зависимости от того, от цели, которая у вас будет. Что касается именно вот этих вот чантов dictations, как я их называю, да. Во-первых, это опять же balance between receptive and productive skills, потому что receptive они его восприняли, они подвигались, запомнили. И сразу пошел production, да, то есть они записывают этот диктант. Combination of TPR and emerging skills. Emerging skills – это значит, что мы учим reading and writing вместе, да. Мы не учим reading отдельно, writing отдельно. Young learners – мы это учим вместе делать. Опять же, подвигались, пописали, почитали, проверили себя, да, опять пописали. И autonomous learning, то есть мы развиваем еще general skills, конечно же, с помощью чантов. И general, general skills. Вот, это был третий алгоритм от меня. И я хочу сейчас вас спросить вопрос, вот из всего, сказанного мною за этот час. Я вписалась в час, ровно в час. Скажите, пожалуйста, для вас, a magic power of chance, вот в чем все-таки заключается, что вы для себя вынесли из этого вебинара сегодняшнего, да, что вы возьмете для себя? What idea will you steal from me today? Вот в чем секрет, как может быть, успеха этих чантов, что они в ваш teaching могут добавить? Напишите, пожалуйста, в чате. Мне будет очень интересно услышать от вас. Что вы для себя сегодня вынесете? Для чего же чанны нужны в вашем teaching? Новый метод, говорит Катерина, и уже хочет все попробовать. Бегите, пробуйте, яркие, живые уроки языка. Спасибо, это так и есть. Они придадут очень-очень особую атмосферу. Диктейшнс, пишет Светлана, понравились. Здорово, да. Диктейшнс. Мы, учителя, не для того здесь, чтобы проверять. We are to guide, да, и что вот как в первом было моем, одним из первых слайдов, что we are to awaken our students, да, их разбудить, разнообразить уроки, улучшить запоминания, лексики, все правильно, все правильно. Там были еще комментарии, но я уже их. Креатив и веселый дриллинг, да, абсолютно, 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 и что стейджис есть, да, да, все правильно. Вы знаете, мы очень много креативы, мы очень такие все эмоциональные, в основном учителя английского языка, но все-таки надо сесть и расставить все точки над и. Pre-teaching, да, там, wild singing, tail singing, все, что у вас есть. Ну, и здесь вот как бы мой слайд. Дети полноценные участники процесса, да, Екатерина, вы это заметили, так и есть, абсолютно, абсолютно так и есть. Я за ними, а не за мной. Так, пишет Анна. Чант возьму для младших скольников, помогает не очень быстрым ученикам. Я согласна, вы знаете, я вам сейчас дам маленький подарок от меня, я уже могу одеваться как Санта, потому что сейчас будет вам маленький подарок от меня. Видео, вот те, которые я вам показывала сегодня, да, вы можете посмотреть. И вот я как раз-таки слабых учеников оставляю всегда на конец, вот когда эта Коза Ивановна называет эту линию, да, все, что-таки там фиг или хэдж получила она, то сильные сначала называют. И поскольку у меня 80 детей в группе, пока мы дойдем к седьмому, к восьмому слабому ребенку, он уже сможет это сделать. Дальше, Ольга Владимировна, я Олеговна. О-о, Олеговна Владимирова, у меня фамилия, но ничего страшного. Где находить аудио для чантов? Так, где находить аудио для чантов? Сама их хочу составить, нигде. Я искала эти рифмовочки, искала эти рифмовочки, нигде не нашла без аудио, да. Если вы найдете, буду рада. Если вы поделитесь, конечно же, вот. Но таких вот прям, таких вот как здесь нет, поэтому вы просто можете забивать, ставить музыку и забивать ее просто своими словами. Дети будут все равно кричать громче, чем песня сама, да. Так, а вот здесь, сейчас, пожалуйста, я перехожу уже к концу. Если у вас есть вопросы, пишите их уже не в чате, пожалуйста, а в секции вопросы, чтобы я их не потеряла. Я хочу кратко подвести то волшебство, о котором я говорила сегодня, да, почему я использую чанты в своем обучении очень-очень-очень сильно с very young learners и с young learners, к сожалению, с подростками, со взрослыми уже это не получается. Они помогают сфокусироваться на каком-то одном лингвистическом аспекте, да. Грамматика это или drilling vocabulary, то есть что-то, что нам нужно сделать, да. Мы их используем для того, чтобы представить новый vocabulary. Вспомните, пожалуйста, с помощью флеш-картов и pre-chant они слушали и карточки по порядку расставляли. Это очень хорошо делает enhancing listening skills, потому что мы с вами знаем, аудирование – это самое страшное всегда для детей. А ведь оно не начинается с listening exercises, оно начинается отсюда. Когда послушай, поставь на место, да, когда послушай, выполни мою команду. Помните, я прям заставляла их listen, когда они three times listen, потому что они должны учиться listen делать. Они помогают enhance speaking, потому что идет production потом постоянно, да. Потом идет writing skills, то есть, например, когда у нас идет dictation также, да. И, пожалуйста, обязательно соблюдайте баланс между receptive и productive skills. Расставили карточки из чата, сразу их назвали. И так далее, да. То есть, вот, отказы провели к G или H, там, да, буковки, сразу их назвали. Дальше это будет комбинация интересная между TPR и emerging skills, что поможет вам создать баланс между stirring и settling activities, потому что дети часто переигрывают, и потом их сложно успокоить. А если они видят, что exercise 3 – это про ту же козу, только уже сидят, они с удовольствием сядут и это будут делать. Помогают чаты развивать autonomous learning. То есть, когда они сами расставляют эти карточки, не вы их расставляете, они работают сами. Когда они проверяют свой диктант, они работают сами. И это все помогает воспитывать, их учить учиться, понимаете, их учить. Это вот те рутины, из маленьких кусочков таких уроков, как бы, да, создается вот эта classroom routine. Мы их учим учиться. И, конечно, это особая атмосфера, поверьте мне. Это целый classroom-ритуал у нас. Когда они слышат слово chant, они уже знают, что это будет здорово, интересно и классно. И перед тем, как перейти к слайду со своими контактами, в начале вебинара я вас спросила разницу между чантами и песнями. И сказала, что песня – это тоже очень-очень важный инструмент. И вам приводила в порядок песенку «At the park». Когда мы лексику «Парк» учили, помните, они там расставляли карточки, как бы, да, у меня «Enhanced listening skills» был. И там была песенка «At the park», «It's so much fun» for you, for me, for everyone. Так вот, песенки – это тоже целая, я не знаю, у меня это наука. Как преподавать песни «Young learners», потому что они еще не читают, а песенки очень нужны, потому что это уже целый язык. Чанты – это кусочек языка, а песня – это целый язык, да, очень важный. Песни они берут с собой «Outside the classroom», поют их, и это то, что мы хотим от них. Так вот, о том, как обучать песням, мы поговорим с вами в следующем вебинаре, который у нас тоже, Анастасия, да, запланирован с релодом в январе, поэтому следите, пожалуйста, за рассылками. Я научу вас в следующий раз тоже на примере своих живых уроков, как заучивать песенки визуализации. А теперь мой сайт с контактами. В левом углу вы видите QR-клот, это моя методическая группа ВКонтакте, называется Cambridge Teacher. Также вы видите мой имейл и телефон. К телефону привязан WhatsApp и Viper. И небольшой подарок от меня за вашу активность. Спасибо вам большое, что были в этот день или вечер у всех по-разному. Сегодня с компанией Reload, замечательной, теплой компанией, которая действительно предоставляет много возможностей для учителей английского языка. И чтобы поблагодарить вас от души, я призываю вас сосканировать этот QR-код. Кто не успеет, не переживайте, презентацию вы можете скачать сами, и также будет рассылочка еще. По этому QR-коду вы выйдите на папку в Google диске в моем, где есть все уроки, которые я сегодня показывала в полном объеме, потому что я показывала вам кусочек урока здесь. Есть эта презентация и петенки, которые вы сегодня слышали, все чанты. То есть все, что сегодня я показала, все в полном объеме. Вы найдете в папке, пройдя по этому QR-коду. Я жду еще ваши вопросы. Мне будет очень приятно, если в моей группе Cambridge Titcher вы напишите отзывы об этом вебинаре. Мне будет интересно получить ваш фидбэк. Пишите также, пожалуйста, какие бы темы еще вас заинтересовали, что мы можем еще для вас сделать, и мы обязательно сделаем это для вас. Пока вы пишете свои вопросы и отзывы, хочу еще раз поздравить вас с наступающими праздниками. И пожелать вам следующее. Give yourself a little merry Christmas. Обязательно проведите эти рождественские новогодние каникулы. Обязательно они должны быть каникулами. Потому что от того, как мы с вами отдохнем, будет зависеть в полной мере наша работоспособность в следующем году. Ну что ж, у меня, пожалуй, сегодня все. Мы сейчас еще, да, Анастасия, пару минут подождем. Я обращаюсь к организатору, да. Пару минут мы подождем вопросы. И будем прощаться. Ну, хорошо, я думаю, что все вопросы уже были у нас по мере того, как я давала материал как бы вебинара, да. Спасибо большое за отзывы, спасибо за то, что вы были так активны. Желаем вам всего наилучшего в следующем году и до встречи в следующем году. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok